В субботу, 26 декабря, автобусы Нарьинмарского автотранспортного предприятия будут осуществлять перевозки по расписанию будних дней, 31 декабря по расписанию выходных. О том, в каком режиме будут работать АТП, городские бани, взрослая и детская поликлиника в новогодние праздники, расскажет Александра Литкова. 31 декабря все городские бани будут работать согласно расписанию. В прачечной комбината по благоустройству и бытовому обслуживанию этот день будет выходным. Воспользоваться услугами прачечной можно будет с 12 января. 1-го, 2-го все бани будут выходной, 3-го числа начинает баня работать номер 3, а 4-го начинают остальные бани работать. Это первая, вторая и четвертая. Ну а далее по расписанию с учетом выходных дней. Посмотреть график работы бань и прачечной можно на сайте учреждения в разделе информации. В связи с тем, что 26 декабря объявлен рабочим днем, Нарьенмарское автотранспортное предприятие изменило график пассажирских перевозок. 26 декабря движение автобусов будет как в будни, расписание движения автобусов будет по будничным днем, 31 декабря, так как он выходной, соответственно расписание выходного дня. У нас запланированы рейсы ночные на новогоднюю ночь и рождественную ночь. Расписание движения автобусов можно посмотреть на нашей страничке ВКонтакте или на официальном сайте. Движение автобусов с 1 по 11 января будет осуществляться согласно расписанию. Кроме того, с 1 января повысится стоимость проезда на муниципальных маршрутах номер 2, 4, 4А, 6, 7 и 8 с 38 до 40 рублей. Льготный проезд остается прежним. Что касается работы взрослой поликлиники, то 31 декабря будет рабочим днем. 4 и 8 января два терапевта будут принимать вызовы на дом. В остальные праздничные дни также два врача будут наблюдать за пациентами с ковидом. По поводу ковидных пациентов с 1 по 10 у нас будет два дежурных доктора, которые будут осуществлять аудиоконтроль, то есть обзванивать пациентов по мере необходимости. И пациентов, у которых состояние средней степени тяжести возможно, будут совершать выезд на дом, если это будет необходимо. 4 и 8 они также будут работать в эти дежурные дни, осмотреть тех пациентов, которым это нужно. Детская поликлиника также будет работать 4 и 8 января. Здесь будет организован прием двух участковых педиатров с 9 до 14 часов. Наблюдение за пациентами, у которых выявлена коронавирусная инфекция и которые наблюдаются в учреждении, будет осуществляться дежурными педиатрами 1, 2, 5, 6, 7 и 9 января с 9 до 12 часов. При необходимости врача можно вызвать на дом. Александра Литкова, Леонид Шишелов, Владислав Носкин, Дмитрий Лукевич, Телеканал Север.